здравствуйте доклад называется разработка корпусов текстов лицензионные вопросы и надежность хранения данных меня зовут крижановский андрей анатольевич я сотрудник карельского научного центра российской академии наук в петрозаводске сегодня мы поговорим о корпусах текстах лицензиях и надежном хранении данных корпусная лингвистика это наука о создании использования текстовых или лингвистических корпусов которая возникла из-за того что приходится работать с большими объемами объемами текстов и потребности в работе в использовании компьютерных информационных технологий при этом под лингвистическим корпусом мы будем понимать такую совокупность текстов которая отвечает трем принципом во-первых собраны эти тексты по определенным правилам во вторых определена разметка на этих текстах и в третьих есть специальная поисковая система специализированная которую также называют корпусный менеджер то есть специальная программа для работы с корпусом текстов если у вас будут вопросы по ходу доклада то прошу их писать в чате или в комментариях существует множество классификаций корпусов например по типу данных которые они содержат текстовый корпус это такой корпус в котором представлены тексты из газет романов дневников каких-то электронных сообщений звуковой корпус содержит аудио файлы с докладами с радио и звуком стиле передачи телефонные разговоры и корпус видеозаписей может содержать например записи такие же как с нашей конференции бубриховские чтения научное значение корпусов заключается в том что если у нас есть корпус текстов то мы можем повторить наш эксперимент используя те же самые тексты в этом и есть собственно научное значение эту мысль я почерпнул замечательной книги александра евгеньевича кибрика и его соавторов введения в наукоязыки трудно здесь может заключаться в том что корпус если он не завершён если продолжает развиваться и расти а пополняться новыми текстами то здесь могут быть сложности в том чтобы в точности повторить эксперимент и здесь нас могут спасти то что мы можем сохранять промежуточные состояния какой-то момент времени корпуса виде дампов и затем работать на этих слепках во времени в конкретный момент времени данных есть еще несколько вариантов классификации корпусов по таким критериям которые сейчас перечислил и расскажу на примере разрабатываемо нами открытого корпуса вебского и карельских языков формат корпуса в нашем случае электронный тексты представлены полностью корпус не завершён и продолжает пополняться надеюсь он никогда не будет в состоянии завершения окончательной письменную устную речь мы уже разобрали по тематической принадлежности скорее у нас корпус и стандартного языка и диалектного и есть несколько разных жанров которые представлены например сказки по поводу временного параметра скорее это современный язык и при этом есть фрагменты 20 века по количеству языков корпус вебкар многоязычный начиная с этого слайда мне почему-то очень захотелось писать по-английски и так кто может взяться за разработку корпуса взяться может любой а что нужно какая команда нужна для успешной работы с одной стороны нам нужны программисты желательно чтобы у них были какие-то знания в области вычислительной лингвистики во вторых нам нужны лингвисты что должно быть у лингвистов у них должно быть желание к освоению новых технологий например технологии корпусной лингвистики в нашем случае команда составила сотрудников из института прикладных математических исследований и лингвисты из института языка литературы и истории это два института которые работают которые входят в состав корейского научного центра а теперь самый интересный слайд по какому рецепту можно создать корпус сначала программисты пишут компьютерную программу назовем ее корпусный менеджер и в этой программе уже заложены те моменты как добавлять тексты в корпус как выполнять по нему поиск дальше а лингвисты определяют по каким принципам они будут собирать тексты какие словари они будут использовать если у них есть возможность лицензионно если ты их словаре о лицензиях мы поговорим дальше то они преобразуют эти словари в электронный формат например с помощью фанридера и тексты преобразуют и программисты пишут программы специальные для импорта этих текстов для импорта этих словарей в корпус в корпусный менеджер затем лингвисты описывают какие еще особенности они хотели бы от корпусного менеджера программисты пишут что из этого они могут и наоборот что интересно они могут добавить что не вспомнили лингвисты таким образом такая бесконечная дискуссия приводит к тому что каждый корпус является уникальным по содержанию по способу и форме подачи материалов и наш корпус вебкар не исключение зададимся вопросом может ли лингвист в одиночку создать хороший функциональный корпус для ответа на вопрос посмотрим какие есть доступные корпусные менеджеры на этих двух листах у нас перечислены корпусы в основном русского языка и в правой колонке программный код корпусного менеджера известно про национальный корпус русского языка что корпусный менеджер недоступен но разрабатывается поддерживается яндексом открытый корпус русского языка его корпусный менеджер доступен есть на гитхабе программ с открытой лицензией остальные корпусы к сожалению программный код недоступен наш открытый корпус вебского и карельского языков webcar программный код корпусного менеджера доступен на сайте гитхаб можно скачать использовать у британского национального корпуса программный код система xera это не совсем корпусный менеджер это компьютерная программа которая обрабатывает и выполняет поиск по данным формате xml словацкий национальный корпус здесь не совсем корпусный менеджер здесь программа морфологической разметки морфа дита которая с открытой лицензии и ее можно использовать адаптировать к своим задачам своим языкам корпусный менеджер sketch engine популярные на западе используется в разных корпусах но это платная система глубоко нотированный корпус русского языка корпусный менеджер лингвистический процессор этап лицензия частично открытая но можно использовать эту программу для некоммерческих целей и к сожалению но он древо этих то есть эту программу этап нельзя модифицировать под свои потребности он должен быть неизменяемом соответствии с этой лицензии и и генеральный интернет корпус русского языка я не смел выяснить есть ли в открытом доступе корпусный менеджер скорее всего нету таким образом для человека желающего разрабатывать и найти в открытом доступе какую-либо программу чтобы начать работу есть варианты корпусный менеджер открытого корпуса русского языка корпуса вебкар словацкого национального корпуса морфодита и система xr если разработка будет вестись в текстах на xml вот такой выбор если вы решите воспользоваться системой которой мы разрабатываем открытый корпус вебского и корейского языков программа называется дикторку с корпусный менеджер то без помощи программиста к сожалению обойтись не получится поскольку программа достаточно сложная и база данных отношения таблиц тоже достаточно сложные но у вас есть выбор если вы занимаетесь вебскими и корейскими языками вы можете войти в нашу команду редакторов корпуса и участвовать в развитии этого ресурса теперь что такое лицензии что они из себя представляют почему они так важны что я них уже несколько раз упоминал три ключевых вещи в каждой из лицензий это разрешение использовать или не использовать материал разрешение распространять его и разрешение видоизменять материал и распространять его закрытых лицензий огромное количество также как и открытых здесь на этом слайде я рассказываю только про разные виды и разную степень закрытости и открытости открытых лицензий три лицензии public domain то есть в открытом доступе government это продукты созданные в рамках выполнения какого-то правительственного задания например фотографии сделанные в американской армии они солдатами они относятся к этой области public domain inspired это те произведения которые созданы авторами умершими более семидесяти а в некоторых странах более ста лет назад и public domain self это когда авторы произведений сами решают что их работа может перейти они разрешают ей перейти в общественное состояние и все могут пользоваться этими материалами без каких-либо ограничений без упоминаний автора к этой же области относится creative commons zero creative commons это группы лицензий разработанные компанией creative commons которые делятся от более открытых к более закрытым creative commons by это открытая лицензия которая разрешает пользоваться материалами ресурсами но с обязательным упоминанием автора под этой лицензии распространяются материалы и программное обеспечение корпуса webcar под этой же лицензии кстати распространяются материалы трудов корейского научного центра и вы увидите эту же лицензию на сайте корейского научного центра более закрытая лицензия creative commons attribution share alike это лицензия которая означает что ни в какую сторону эту лицензию нельзя изменять нужно не только упомянуть автора но и более закрытой какой то ее делать нельзя следующий более закрытая некоммерческая лицензия то есть такие материалы можно распространять но продавать их уже нельзя и еще более закрытая некоммерческая с неизменяемая вот все что я хотел сказать по лицензиям какую же лицензию выбрать для разрабатываемого словаря или корпуса текстов с одной стороны если лицензия будет слишком открытая то есть опасение что наши данные могут украсть и выдавать за свои а с другой стороны если лицензия будет слишком закрытая то этот ресурс этот продукт будет хуже распространяться и не будет использоваться в каких-то проектах в которых он мог бы использоваться ну вот пример использования открытой лицензии вебкар привел к тому что данные нашего корпуса с удовольствием взяли в несколько международных проектов связанных с соревнованием компьютерных программ на основе малоресурсных языков мы экспортировали данные вебкар и программисты лингвисты разрабатывали методы по решению задач на этих языках на вебском и корейском и существует такая база данных Unimorph которая включает сотню языков с 19 года туда же вошли данные вебского и корейских корейского языков и таким образом те соревнования которые сейчас проводятся для программистов и лингвистов на базе Unimorph эти же соревнования включают исследования вебского и корейского языка и в тех статьях например вот эта статья в которых написаны результаты мы можем что-то новое для себя узнать о вебском и корейском языке благодаря тому что у этого корпуса была открытая лицензия и авторы проекта Unimorph смогли включить эти данные в свой проект в разговоре о надежном хранении данных будет уместна поговорка что отдашь то сохранишь что спрячешь то потеряешь поскольку у корпуса вебкар открытая лицензия то мы можем регулярно создавать и выкладывать на страницу сайта корпуса дампы то есть слепки базы данных раз в месяц и код нашей программы хранится на международном сервере компьютерных программ github который также благодаря этому более надежно хранится чем если бы он был на каком-либо из наших компьютеров и последний вопрос который я хотел бы с вами обсудить связан с понятием национального корпуса это понятие я также взял определение из книги Александра Евгеньевича Кибрика и его соавторов который звучит так что национальный корпус это собрание текстов в электронной форме где тексты у нас хранятся во всем многообразии жанров стилей и так далее и национальный корпус создается лингвистами для научных исследований и для обучения языку вот если это определение применить который к открытому корпусу вебского и карельского языка то у меня вопрос к вам можно ли назвать корпус webcar национальным корпусом вебского и карельского языков спасибо за внимание пожалуйста задавайте вопросы спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр!